Привет всем! Сегодня мы открываем новую рубрику Ответы на ваши вопросы И первый вопрос, на который я хочу ответить Можно ли построить денежную карьеру в буддизме? Встречаются ли буддистские иерархии-стяжатели? Сразу оговорюсь, в этом видео я буду освещать только положение дел в современной Японии Я не буду трогать другие страны, потому что я знаю недостаточно много об этом Здесь, как мне кажется, нужное какое-то количество инсайдерской информации А ее у меня крайне мало, когда дело касается, например, Тибета И опять же, почему современная Япония? Потому что если мы будем разбирать каждый этап японской истории применительно к финансовой выгоде монахов это будет очень-очень долго и очень-очень глубоко Давайте ограничимся современной Японией И если вы хотели стать буддистским священником в Японии для того, чтобы получить много-много денег У меня для вас плохие новости Не советую, очень не советую В лучшем случае В лучшем случае вы просто будете иметь достаточно денег, чтобы вести безбедное существование Но какой ценой? Ценой занятости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Куча всяких обязанностей, бумажной волокиты, необходимости решать кучу вопросов И все это время безумный стресс, потому что вы находитесь под пристальным взором всех ваших прихожан и должны держать марку Вам это надо? Да, существуют буддистские храмы, в которых крутятся очень большие деньги Это какие-то туристические объекты, всемирные наследия или хотя бы наследия Японии Возможно Но, опять же, это большая ответственность Это реально много работы, потому что за ними наблюдают Там проходят проверки В общем, все это очень напряжно Единственный вариант, который я вижу, чтобы действительно быть буддистским священником Практически ничего не делать, только получать деньги Для этого надо стать, например, патриархом какой-нибудь школы Причем очень-очень пожилым патриархом, с которого снимут все обязанности Он будет только сидеть, наслаждаться заслуженной пенсией Но для этого вам нужно очень-очень много работать до этого Ну и вообще, мне кажется, так себе вариант В плане стержательства На мой взгляд, это довольно расплывчатый термин Что считать стержательством? Дело в том, что, наверное, те, кто меня смотрит, уже знают Что в Японии священники могут жениться И поэтому большинство храмов управляются семьями То есть настоятель женится Потом, когда он становится уже слишком старым Он передает храм своему старшему сыну Ну, тот передает своему старшему сыну Но храм при этом принадлежит не семье, а школе В общем, школе, например, И получается, что, опять же, священник вроде как Настоятель храма вроде как Должен осваивать какую-то часть бюджета В качестве своей зарплаты То есть какая-то часть денег Тратится на его существование На его семью и так далее Но очень трудно по факту отделить Эту часть денег от того, что идет на храм Потому что семья фактически живет в храме Если, допустим, давайте приведу пример Семья священника хочет плазменный телевизор Они его покупают Они его ставят в каких-нибудь помещениях общего пользования И большую часть времени смотрят на нем футбол Но несколько раз в год На этом телевизоре могут показать свайт-шоу прихожанам Это как? Это стержательство или нет? То есть очень трудно порой бывает Отделить то, что священник делает для храма От того, что он делает для своей семьи и для себя Потому что он живет в этом храме Этот храм, в том числе и его жизненная территория Очень часто Осуждаются Ну, вызывают осуждение Такие случаи, когда Храм пытается поднять деньги Например, продавая какие-нибудь чудодейственные амулеты Устраивая экскурсии к себе с поклонением чудодейственным статуям Хотя, вроде как, именно этим храм и должен заниматься, разве нет? При этом, если храму конкретно не хватает денег И они, например, устраивают у себя детский сад Или начинают давать уроки чайной церемонии Это не воспринимается как что-то странное Потому что, ну, понятно же, за что мы берем деньги Опять же, я знаю несколько случаев Когда священники от чистого сердца хотели облагородить территорию своего храма И поэтому набирали кучу кредитов Или, например, продавали какую-то часть храмового имущества Которое казалось им не очень важной И вкладывали это в какую-то другую часть имущества И за это потом лишались места Это как, стяжательство или нет? Так что, это очень сложный вопрос В ситуации, когда священник конкретно занимался мошенничеством Поднял деньги, а потом с этими деньгами где-то скрылся Их очень мало Ну, есть такие случаи Но буквально их можно по пальцам одной руки, наверное, перечислить Ну, в более-менее современной истории Поэтому, да, конечно, всякое бывает Но вопрос этот сложный Я бы сказала, что В большинстве своем В священники попадают люди, которые По крайней мере Действительно Видят выгоду в том, чтобы этот храм сохранился И меня гораздо больше интересует вопрос На какие денежные махинации они пойдут Для того, чтобы обеспечить существование этого храма Надеюсь, я понятно выразила свою мысль Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok